Всем привет, дорогие друзья! С вами снова на связи я, Данали. И сегодня у нас будет очередной видео-спойлер, в котором мы познакомимся с предстоящим обновлением наших персонажей. Если вы могли заметить, возможно, ВКонтакте или на официальном сайте StarStable они выпустили статью, в которой рассказывают нам и показывают немножечко, что нас ждёт уже совсем скоро, уже в сентябре. И я думаю, что, в принципе, к концу 2022 года у нас будет уже обновлённый персонаж. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чаёчек и давайте же посмотрим, что нас ждёт, точнее, наших персонажей. На данном экране вы видите официальные скрины, которые были скачаны с сайта для удобства просмотров и обсуждения всего того, что будет происходить. Если честно, персонажи очень классные, и я теперь даже жалею, что у меня нету девочки-афроамериканки, у меня есть девочка-индейца. Кстати, мне кажется, она будет выглядеть примерно так, а вот девочки-то и афроамериканки у меня нету, надо будет это как-то исправлять. Видимо, придётся создавать ещё одного персонажа. Ну, давайте уже посмотрим, что нас ждёт. Как видите, вся одежда, которая уже присутствует в игре, будет доделана, доработана, и она будет нормально смотреться на новых персонажей. И разработчики сразу сказали, что если какая-то одежда будет плохо сидеть или как-то слишком растянута на ваших персонажей, не думайте поднимать панику, потому что невозможно всё выпустить с первого раза без доработок. Вот, я надеюсь, все меня услышали. На следующем слайде мы видим шесть типажей телосложения. И я могу сразу сказать, что практически большинство людей, которые играют в ССО, которых я даже могу и не знать, просто ориентируясь по комментариям к данной записи, начали плакаться, что нету очень худых тел, нету узкой талии. Ребят, ну, если честно, меня радует то, что они добавят вот это, стандартные тела, не слишком худые, не гиперхудые, не гиперсостроенные талии. Если так подумать, то вообще с самого начала игры мы играем за каких-то дистрофиков. Немножечко. Или анорексичек. Ну, слишком худых. Нереалистично. Задача разработчиков привнести в игру реализма. И тем более не забывайте, что разработчики сразу сказали, что это не все. То есть будут потом какие-то улучшения, доработки, добавления. И не надо зацикливаться на том, что вот эти шесть видов телосложения. И не нужно зацикливаться на том, что это все, что будет добавлено. Нет. Просто откиньте эту мысль, что вот то, что добавят, это все. Остановка. Нет. Будут и дальше улучшения, и доработки. Возможно, кому-то не понравится, что есть слишком пышные телосложения. Но мне лично честно это нравится. Я пока не знаю, буду ли я его делать на какого-то своего персонажа. Но, к примеру, могу вам гарантировать, что моя основа, за которую я играю, я хочу сделать по своему типажу, а это вот что-то между вот этими двумя. Наверное, даже вот этот четвертый вариант. Да, я не худышка. Я это знаю. Вообще, что-то на грани между вот этими двумя. Но нет, вот это уже перебор. Я, наверное, сделаю себе вот этого персонажа, вот это четвертое тело. И меня оно устраивает. То есть нет такого, что, ой, фу, какие-то они все жирные, как говорят некоторые мои друзья. И сделайте вообще тоньше, тоньше вот этого. Все будет в будущем. Ну, кстати, смотрите, вот тут даже присутствует мускулатура. И разработчики сказали, написали еще в своей статье, что они будут добавлять потом больше возможностей редактирования телосложения, рельефа, шрамы, веснушки, витилига. То есть они все это хотят добавить, просто сразу все это преподнести в игру будет тяжело. Почему они все это будут вводить постепенно и как бы не в идеальном состоянии? Разработчикам нужно опираться на мнение игроков. Если есть баги, то об этом говорят не разработчики, а об этом говорят игроки. И разработчики, опираясь на комментарии игроков относительно моделек, багов, глюков или же каких-то недочетов в игре, они на них ориентируются и они их чинят. Поэтому давайте же им помогать. Следующее, если вы немножечко потеряли, не потерялись в пространстве, я объясню, что на этом скрине. На этом скрине показано 5 вариаций лиц и глаз, но при этом одинаковые брови. Да, кстати, брови мы будем регулировать отдельно. Отдельно будем регулировать их тип и цвет бровей. То есть они не будут привязаны к лицу вообще, это будет отдельная настройка. Также появятся все те же самые цвета глаз. Здесь, кстати, вы пока что видите только три оттенка. Это карие на первом и двух последних, зеленый и серый. Так что все цвета глаз останутся. Также мы видим лица, губы, по-моему, я не помню, я читала, но забыла. По-моему, это будет не отдельный или отдельная настройка. По-моему, отдельный, не знаю. Но здесь мы видим 5 типажей лица и 5 типажей глаз. Мне, если честно, они очень сильно все понравились. Еще вот, ну, прям вот, ну, такое разнообразие персонажей можно будет сделать. А, в принципе, на этом скриншоте показано, как один и тот же макияж по-разному будет смотреться на разных этих типажах глаз и лиц. Но при этом с одним скинтоном. Идем дальше. Старая, давно удаленная прическа. Если честно, жалею, что когда-то ее не купила в старой версии. Но хотя, я думаю, новую прическу ее просто как бы... Все прически их будут не добавлять, а, видимо, обновлять модельку. То есть не два разных вида, а переобновление. Но все равно, будучи таким частым посетителем, по-моему, осени, именно там она продавалась, я ее не купила и жалею. Ну вот, видите, нам уже показали, что есть обновленная версия данной прически, которая, кстати, достаточно делает персонажа взрослым. И у меня уже даже появилась идея, на кого это можно будет причесочку купить. И, пожалуйста, гигантское разнообразие скинов, типажей и также макияжа. То есть тут, по-моему, вообще находится абсолютно весь макияж. Но вы просто посмотрите. Я даже приближу. Мне даже не жалко... Ой, перебор, наверное. Давайте вот так вот. Посмотрите просто сколько всего. Так, тихо, спокойно. Ой, вот это-да-да-да-да. Это я все люблю. Это вообще как будто альбинос. Вот этот очень темный шоколадный оттенок. Я, наверное, своему персонажу выберу вот этот... Или какой? Наверное, вот этот скин тон. Потому что у меня в реальной жизни кожа слегка... Желтым подтоном. Или вот этот... Да, вот этот вот, наверное. А так, действительно, такое многообразие персонажей, просто гигантское, и как видите, здесь продемонстрированы, по-моему, 12 варианций голов, их кажется намного больше, но это за счет разного макияжа и формы глаз. В общем, очень большая такая, такой набор скинтонов, просто гигантское многообразие, мне кажется, вот это, если девочку такую создать, она подойдет под девочку-индейца, хотя надо посмотреть, может быть, или вот это, а тут столько всего. Так что на этом видео подходит к концу, спасибо, что посмотрели его вместе со мной, посмотрели, какие персонажи нас ждут уже в ближайшем будущем. Если вы не читали статью или записи в группе ВКонтакте по Star Stable, то уже в сентябре откроется демо-версия на пробу новых персонажей, на которую скоро откроется регистрация, так что ждите, наблюдайте, как только откроется регистрация, оставляйте свои заявочки, и я надеюсь, вам повезет, и вы сможете принять участие в демо-версии по новому персонажу. Я лично хочу принять участие, точнее, зарегистрироваться со всех своих персонажей, надеюсь, что хотя бы один из них сможет попасть на эту демку, и я тогда буду снимать и показывать вам, что же новенького там будет в редакторе персонажей. А на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова